Мы продолжаем самое доброе утро на Первом Ярославском. На носу уже Новый Год, и это значит не только праздники, подарки, но, к сожалению, и то, что годы летят. И у нас сегодня в гостях управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ярославской области Владимир Комов. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. И сразу первый вопрос. С 1 января 2015 года нам известно, что в России предполагается ввести новый порядок формирования пенсионных прав граждан. Чем новые пенсионные правила будут отличаться от тех, которые действуют сегодня? И второй вопросик сразу. Каковы главные параметры, которые будут влиять на расчет пенсии в соответствии с новым порядком? Ну, сегодня, можно уже сказать, что не предполагается, а будут введены новые порядки, новый порядок формирования пенсионных прав граждан. Расчет пенсии будет по-новому производиться, потому что уже сегодня Совет Федерации одобрил несколько законов. В ближайшее время, я думаю, будут подписаны эти законы президентом. И мы, начиная с 9 января 2014 года, будем их притворять, как говорится, в жизнь. Какие параметры? Параметры следующие. Это стаж и это заработка. Но я хочу подчеркнуть, что заработка должна быть чистой, уплаченной, а не в конверте, из которых уплачиваются страховые износы. Вот это самые обязательные два условия, которые необходимо будет иметь для того, чтобы гражданин мог выйти в соответствии с новыми законами на пенсию. Спасибо, Владимир. Что такое пенсионный коэффициент? Я знаю, что будет вводить какой-то пенсионный коэффициент. И исходя из каких критериев будет рассчитываться его стоимость? И может ли его стоимость в следующем году быть ниже, чем в предыдущем году? Вот кто это будет установить? Я отвечу со второго вопроса. Пенсионный коэффициент текущего года не может быть ниже предыдущего года. Он постоянно будет увеличиваться, индексироваться в соответствии с определенными нормативными документами. И он будет утверждаться соответствующим законом. Его будет утверждать Государство Дума, Совет Федерации подписывать президент. Это очень важный момент, потому что предполагалось сначала, что будет устанавливать размер пенсионного коэффициента правительства Российской Федерации. Как он рассчитывается? Он рассчитывается делением страховых взносов гражданина на установленную предельную сумму страховых взносов. Или, допустим, зарплата, с которой уплачиваются страховые взносы заработника в предельно установленной сумме. Вот в текущем году эта сумма 568 тысяч. Такой вопрос, который волнует, я думаю, что многих ярославцев, да и вообще россиян. Будет ли увеличен пенсионный возраст? Пенсионный возраст не будет увеличиваться. Но у граждан будет право отложить выход на пенсию. И таким образом уже будет увеличен размер пенсии, когда он выйдет на пенсию. Допустим, если гражданин откладывает пенсию на 5 лет, то через 5 лет у него пенсия увеличится практически в 1,5 раза. Если он откладывает выход на пенсию на 10 лет, у него пенсия увеличивается практически в 2 раза. То есть это право добровольное. А так для женщин 55 лет остается, для мужчин 60 лет. Это если не брать во внимание досрочную пенсию. Хотелось бы узнать, для кого вводится вот эта новая формула? Для тех, кто уже работает или для тех, кто только начинает работать? Если говорить в полном объеме, то эта формула, эти законы вводятся для тех граждан, которые будут вступать в трудовую деятельность 2015 года. Но надо иметь в виду, что начиная с 2014 года мы будем делать перерасчет, корректировку уже установленных пенсий. И кому будет пенсия установлена в 2014 году, и кому установлена на сегодняшний день. Если у гражданина будет размер пенсии больше, то мы будем выплачивать ему в повышенном размере. Если же случится так, что по новой формуле у него размер пенсии будет меньше, то мы оставляем ему в том размере, в каком он получает на сегодняшний день. И вот после принятия вот этой новой формулы, в какую часть пенсии лучше направлять? Отчисление страховых взносов работодателя в страховую или накопительную? И какой тариф выбрать? Я знаю, что там два тарифа, по-моему, да? 0 и 6 процентов. Значит, вот то, что касается накопительной части, этот вопрос в текущем году обсуждался очень серьезно, значит, на всех уровнях. В том числе и граждане стали активно интересоваться этой проблемой. Значит, те граждане, которые по возрасту 67-го года и моложе, имеют накопительную часть, 6 процентов, вот, по сегодняшним законам. И они имеют право или оставить эти 6 процентов в страховой части, или их перевести в негосударственный пенсионный фонд, или в управляющую компанию. Я бы хотел сказать и посоветовать, дать следующий совет. Значит, в соответствии с 351-м законом, который подписан президентом 4 декабря текущего года, право граждан до 31 декабря 2015 года остается право выбора, или 6 процентов, как я уже сказал, направить в накопительную, в негосударственные пенсионные фонды или в управляющие компании, или оставить их в страховой части. Потом мой совет такой. Вот в 2014 году все негосударственные пенсионные фонды пройдут так называемую фильтрацию, значит, по тем критериям, которые установили Центробанк. И те негосударственные пенсионные фонды, которые останутся, и которым будут выданы соответствующие документы, их деятельность надо проанализировать за 3-5 лет, посмотреть их уставной капитал, их доходы, и тогда уже определиться. А сейчас, я считаю, что нет необходимости бежать, писать заявление, переводить эти... Туда-сюда. Да-да-да, потому что в 2014 году эти 6 процентов так или иначе будут в страховой части в соответствии с законами, которые будут, которые приняты и будут в дальнейшем приниматься. Хотелось бы уточнить, какие нетрудовые периоды будут засчитываться в стаж по новой формуле, и войдет ли в эту формулу расчет пенсий на обучение, войдет в эту обучение? Значит, то, что касается обучения, значит, в новых законах, которые сегодня уже прошли треть чтения, значит, период обучения не включается в страховой стаж. Значит, а вот нестраховые периоды, они остаются практически те же самые, но есть определенные коэффициенты. По уходу за детьми, если раньше было только до двух, как говорится, за двух детей были нестраховые периоды, мы учитывали, то в текущем, уже в будущем году будет за трех детей до полутора лет в общей сложности 4,5 года, а начиная с 2015 года уже и за четвертого ребенка. И за каждый год по уходу за ребенком будет учитывать 1,8 балла за каждый год. А я думаю, что в преддверии Нового года вам бы также хотелось поздравить ярославцев, может быть, своих сотрудников с наступающим праздником. Да, действительно, буквально через несколько дней наступает Новый год. Я бы хотел поздравить всех ярославцев, сотрудников отделения пенсионного фонда, поблагодарить за ту огромную работу, которую они выполняют. Пожелать всем доброго здоровья, благополучия, удачи, и чтобы 2014 год нам принес новые успехи, новые удачи. С Новым годом, уважаемые друзья! Спасибо, Владимир. Мы от лица нашей программы тоже хотим сделать вам подарок. Генеральный спонсор нашей программы – чай «Джав». И мы дарим вам вот такой вот замечательный чайный набор, в котором содержатся различные чаи. Спасибо, что пришли к нам на программу. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова